Во вторник утром Харьков сверкает. По всему городу развешаны приветственные лайтбоксы. Город встречает президента. 15-градусный мороз Януковича ждут на мемориале афганцам. Сюда он должен приехать в первую очередь, чтобы почтить память погибших воинов. Курсанты, чтобы не околеть, оттачивают мастерство возложения венка. У дома советов ни снежных сугробов, ни припаркованных машин. Здесь сим заправляют гаишники. На здании за порядком следят снайперы. Тем временем городские власти решили похвастаться харьковским транспортом. Возле «Газпрома» устроили выставку. Ожидаемого интереса гарант не проявил. Президентский кортеж промчался мимо, даже не сбавив скорость. Рассказать о достижениях региона, поделиться планами на будущее и попросить поддержки. На визит главы государства чиновники возлагают большие надежды. При езду первого лица харьковчане готовились так тщательно, что перепутали главное. Президент Украины Виктор Ющенко. Янукович. На лице у Януковича улыбка. Президент начинает доклад. Нам нужно сделать свой, свой, сучастный, найсучастнейший ракетный комплекс. И мы это сделаем. Эта глава государства делится мыслями после визита на Хартрон. Сотрудникам предприятия, говорит Янукович, предстоит поработать и сделать большой вклад в реформирование аэрокосмической отрасли. Навести в ней порядок глава государства намерен уже в ближайшие годы. Я сегодня на Хартроне в черговый раз почувствовал и собственными очами подивился на эти системы управления. И почувствовал, что таких стран в мире три, которые способны делать то, что может делать Украина. Президент напоминает харьковчанам, живем в нелегкие времена. Пережить год нынешний будет непросто. Пояса украинцам придется затянуть. Мы, близко 80 миллиардов гривен, должны отдать борги в этом России. 80 миллиардов. Чтобы поддержать экономику страны, нужно привлечь иностранных инвесторов. В Харькове есть свои проекты. Большие ставки руководство региона делает на производство вот таких электронных учебников. Если страна поможет найти инвесторов, появится новая жизнь у завода имени Шевченко, а Украина сэкономит на бумаге. За вашей поддержкой и поддержкой агентства мы готовы сделать пилотный проект по разработке и досвидному производству электронных подручников для шкаралов и выкладчиков протягом 9 месяцев этого года. Еще одна из задач региона – успеть в срок с подготовкой к Евро-2012. Президент уверяет, перед визитом проверил. Государство все обязательства перед Харьковщиной по финансированию выполняет. Слова президента словно подтверждает главный инвестор Харькова подготовки к Евро. Государство вкладывает в полосу миллиард 100 миллионов гривен. На сегодня выделено 400 миллионов. Вчера буквально пришло 80 миллионов. Идет рабочий процесс. Оставшиеся 700 миллионов до конца года наверняка будут освоены. Досталось денег от президента и заводчанам. Правда, пока только на словах. Гарант пообещал зарплату шевченковцам и хазовцам. За счет чего людям погасят долги и когда, гарант не уточнил. Я уверен в том, что 2011 год будет последним годом, когда были борьбы. Мы в этом году закончим выплату борьбов. Их никогда не будет держать. Уезжал Янукович из Харькова, оставив кипу поручений. Открыть до Еврочемпионата станцию метро «Победа», создать единое регистрационное окно для предпринимателей, сделать регион более привлекательным для инвестора. Гарант уезжает в хорошем настроении. Даже актер, который перепутал фамилию главы державы, будет и дальше сотрудничать с властью. Мы будем счастливы сотрудничать с вами дальше. И нажмут Алексей Калмык и вам на конечный объектив недели.